Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился этот ролик, не поленитесь, подпишитесь, вам не трудно, мне будет очень приятно. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Так что, ребят, кому интересно игровые прохождения, летсплеи на ютубе, переходите по ссылочке в описании. Мне будет очень приятно видеть вас на моем втором канале. Давайте вместе добьем там 40 подписчиков. Ну что ж, друзья, многие у нас карьеры уходят на спад, некоторые я даже завершаю, потому что не вижу в некоторых действительно логического смысла. Чуть позже, когда будет там уже выходить FIFA 22, Pro Evolution 22, мы, ну я точнее, выскажу действительно свое мнение за целый полноценный год вот игры в Pro Evolution Soccer 21. Пока что ничего не буду говорить, отдельно, наверное, как-нибудь сделаю этот ролик, поэтому как-то так. Ну, карьеру Зенит мы точно не будем завершать, по крайней мере, пока не достигнем своей цели. То есть она здесь у нас есть, это не то, что там в карьере за вратаря, непонятные какие-то цели мы ставим, остаться в одной команде, потом переходить лучше, прокачка, но это очень долго. Здесь у нас понятная цель, здесь многое зависит все от нас, у нас здесь задача это выиграть Лигу чемпионов, поэтому будем дальше продолжать. И так уже даже матчи, выпуски я добавил по 4, поэтому как-то так. Ну что ж, сейчас у нас игра против Аякса, давайте посмотрим, что у нас там сейчас происходит в Лиге Чемпионов. Так, на Тарланд плей-офф. Так, в Лиге Чемпионов мы идем, кстати, да, на первом месте, и у нас сейчас последняя игра, то есть мы здесь сейчас даже если Аяксу проигрываем, выходим в любом случае с первого места, вот это уже небольшой шажок к нашей цели. Выиграть Лигу Чемпионов, и мы займемся сейчас, уже заняли первое место в группе у себя. Это просто замечательно. Ну что же, сейчас посмотрим, кто у нас готов, кто не готов, и будем начинать. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Интересно будет посмотреть на наш состав против Аякса. Все-таки играет первая сейчас строчка против второй. Итак, Йохан Кройф Арена, Аякс против Зенита. Шестой тур у нас Лиги Чемпионов. Поехали. Дрюси на Шамуродова. Шамуродов быстро так попытался раскидать, и у него это получается. Жезус на Малкома, неплохо. Здесь у нас Паласиос. Дрюси. Вот эта вот аргентинская связочка сейчас очень хорошо отыграла. И Шамуродов забивает в Лиге Чемпионов. Вот замечательно. У Азмуна там была форма ниже среднего. Поэтому я решил взять Шамуродова. И вот на 12-м минуте матча, тем более на выезде, мы забиваем первыми. Ну, замечательно. Голевая от Паласиоса. Хорошо, здесь Шамуродов еще и с нерабочей левой ноги пробил. Ну, супер. Выходим вперед. 1-0. И мы все-таки пропускаем. 24-я минута. Экелин Камп забивает. Сравнивает счет. Но здесь сами, можно сказать, там и привезли. Не смогли разобраться, кто с кем находится у нас из игроков в штрафной. И все. Из-за этого последовал следующий вот эпизод. Паласиос неплохо сейчас мячом. В центр на Жезус. И Жезус в касании. И это 2-1. Паласиос что творит сейчас, а? Паласиос отдает уже вторую голевую передачу сейчас за матч. Мы сразу же буквально на 24-й пропустили. На 27-й вышли вперед. Ну, как же замечательно здесь и Паласиос. В пятку ему отыгралось. Но он продолжил этот эпизод. Ну, и хорошо здесь подкрутил Габриэль Жезус. Вот чисто за такими, наверное, еще моментами мы взяли Жезуса. Потому что он может зарешать чисто в таких технических голах, ситуациях. Все. Отдали ему мяч. Он хорошо подкрутил, забил. Все. Вряд ли бы у Дзюбы там получилось. На технику именно исполнить. Дзюба, может быть, забил бы по-другому. Ну, вот, например, сейчас на Жезуса замечательная передача от Шамуродова. И Жезус забивает дубль. 3-1. Мы потихонечку громим Аякс на выезде. Дубль Жезуса. Голевая сейчас, если я не ошибаюсь, от Шамуродова была. Вот здесь Дрюси. Да. Ну, и Элдор. Смотрите, как он выкрутил еще внешней стороной стопы. Ну, и Жезус замечательно. Также вот здесь вот филигранно с подкруточкой низом закатил мяч в ворота. Так, неплохо. Вот и выход Малкома. 1 на 1. И Малком забивает. Как шикарно он сейчас тоже отыграл. Проткнул аккуратненько этот мяч. Еще и от штанги забивает. Замечательно. Дрюси. И Шамуродов. Ну, и здесь еще и Жезус на добивании. Забивает хэтрик. Замечательная игра бразильца. 5-1 разгромили Аякс в последнем туре группового этапа. Замечательно. И все, заканчивается матч. Разгром 5-1. Хэтрик Жезуса. Гол Малкома и Шамуродова нам приносит победу. Замечательная сегодня была действительно игра. Ну, и все. Будем ждать теперь нашего соперника. В плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, и, кстати, да. Вот эта вот победа Аякса. Про что я и говорил. Точнее, поражение Аякса. Привело к тому, что они попали в Лигу Европы. Андерлефт набрал свои очки. Я так понимаю, Паука все здесь обыграли. Вот. И поэтому Андерлефт будет в 1-8 Лиге Чемпионов. Ну, давайте все-таки посмотрим, какой наш возможный будет соперник в плей-офф. Так, ну, Ливерпуль не очень бы хотелось. Конечно, ПСЖ. Реал-Бетис можно было. Интер нет. Краснодар нам не получится. Челси тоже бы не хотелось. Ну, серьезно. Ну, вот из всех этих Реал-Бетис и все. Единственное, Реал-Бетис здесь привлекает. Но другие будут очень сложно пройти. Но мы будем стараться. Итак, Сердара Азмуна хотят купить в АПЛ. Шеффил предлагает за него 12 миллионов. Мы отклоняем. Так, у нас травмирован Малком. В декабре, сказали, он вернется. Аякс нам предлагает стать главным тренером. Теперь после вот этого вот поражения. Ну, и я, естественно, отклоню. Так, у нас сейчас игра против Химок в чемпионате. Дальше идет, кстати, против Спартака. Поэтому, ну, старым составом постараемся выйти против Химок отыграть. Так, ну, вот таким составом я абсолютно всех, кроме Дриуси, изменил в этом матче. Так что, вот таким составом мы выходим сегодня против Химок. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Химок. Чемпионат России. Поехали. Неплохо. Азмун находит пасом Себастья на Дриуси. Дриуси уже входит в штрафную. Пытался проткнуть, не получился. И Чалов на добивание отлично отыграл. 54-я минута. Федор Чалов открывает счет в сегодняшнем матче. Замечательно. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Зенита над Химками. Мы играли полностью, практически там, вторым составом. За исключением Себастья на Дриуси. Но победа есть победа. Замечательный гол. Федора Чалова нам приносит победу. Матч, на самом деле, был равный. Нам вот немножечко только вот повезло. Наверное, из-за того, что были при домашних трибунах. Итак, у нас победа. Одиннадцатая уже в чемпионате. Но вот лидерство минимальное над Краснодаром. Итак, нам снова приходит предложение по Сердору Азму. Мы уже поинтереснее клубы здесь пошли. Рома предлагает за 15 миллионов Лунева хотят купить в Краснодар. Пока что я вроде не выставлял, да, Лунева на трансфер. Нам надо, кстати, по возрасту еще раз посмотреть. Там мы всех ли продали. Вот. Ратитского, да, выставили. Ловрана тоже ждем. Пока что никто им, к сожалению, не интересуется. Лунева не выставили. Ему 30 лет. Поэтому вроде как еще нормально. Сейчас посмотрим на спад. У него не так сильно пойдет даже к 32 годам. Поэтому пусть пока что поиграет. Это не такая уж и проблемная позиция. Вот. Аздуеву тут уже по 29. Но ничего страшного. Дальше идем, наверное, по рейтингу на убывание. Да, здесь уже и те рейтинги мы пытаемся продать. А потом уже вот будем пытаться кругового. Да, пока что вот ищем правого защитника, как я вижу. Киран Триппе, ну, 31 год. Тоже возрастной. Нам не нужен. Зип Фьюк. Фуик. Как раз мы играли против Аякса. Здесь кто СВ? Поэтому, может быть, наши скауты заприметили. Пока интересовались Аяксом. В голландском чемпионате нашли бы такого нам игрока. Так, ну, очень у нас много игроков с правого защиты. Есть тут и Хесус Корона, которому 28. Ну, мне кажется, Джеймс был бы самый хороший вариант. Но у нас пока что вообще денег на него нет. Нам бы все из зарплатного бюджета перевести на трансфер. Было бы вообще замечательно. Малком полностью выдал замечательно. Луньев здесь. Так что все супер. Итак, сейчас у нас очень важный матч. Дерби. Такое тоже. Зенит против Спартака. Спартак идет на четвертой строчке. Для них эта победа мало что будет значить. Потому что там ЦСКА, если победят, Спартак все так же останется на четвертой строчке. Но нам обязательно нужно побеждать. Мы играем на выезде. Краснодар, мне кажется, воспользуется любым нашим моментом с поражением. Поэтому мы должны сегодня обязательно побеждать. А Малком в хорошей форме. Поэтому мы уберем его. Караваев сплоховал. У него ниже среднего. Но, мне кажется, лучше в любом случае его. Потому что Терентьева мы видим тоже плохой настрой такой. Поэтому вот таким составом мы будем выходить. Спартак против Зенита. Поехали. Итак, открытие арена. Спартак против Зенита. Ракетский изобнин сегодня с капитанской повязкой. Начинает Спартак. Поехали. Поэтому посмотрим, как будет складываться игра. Там уже во втором тайме. И Азмун открывает счет в сегодняшнем матче. 28-я минута. Сердар Азмун забивает очень важный гол Зенита. Обратно на Караваева. Караваев снова на нашего бразильского вингера. А вот и Габриэль Жезуус. Ой, какой гол. И за штрафной. Причем при такой опеке сейчас пробивал Габриэль Жезуус. Но это, я думаю, мимо действительно сейчас там пойдет удар. Он попал еще и в штангу и все-таки залетает. Давайте еще раз посмотрим на этот момент. Малков здесь отдает на Дрюси. Дрюси на Жезууса. И Жезууса за штрафной. При такой опеке. Если я не ошибаюсь, там был Зелимхан Бакаев. Сейчас посмотрим. Да, Бакаев опекал. С под Бакаева, ну с подкруткой. У Дарта был с подкруткой. Ну и Жезуус забивает очень важный мяч. В сегодняшней встрече выходит Александр Соболь вместо Ларсона. И сейчас Спартак, скорее всего, точно пойдет в атаку. Им терять теперь нечего. И обязательно нужно отыгрываться. Время еще на самом-то деле есть. Ничего еще не ясно. Опасный момент. Здесь Дуглас Сантос. И что? Пенальти ли это? Арбитр показывает на точку. Давайте посмотрим этот момент. Здесь и Ракицкий пободался. И здесь Сантос, Педроров обрезается. Но это пенальти. 11-метровый Кокорин будет бить пенальти своей бывшей команде. И развел. Александр Кокорин, как и в реальной жизни, за Спартак забивает только вот с пенальти. Так и вышло 2-1 счет. На 64-й минуте Кокорин уменьшает преимущество Зенита. Так, ну вот Соболев и все. Вот это и сработало. Соболева сейчас вообще нельзя было никак вытеснуть из нашей штрафной. И счет уже 2-2. Вот так вот я сказал. Ведя со счетом 2-0, еще ничего не ясно. Время есть у Спартака. И вот то ли это пенальти так нагломило Зенит, то ли что. Но вот два мяча сейчас с дуплетом пропускает Санкт-Петербург. Так, неплохо. Вот и Габриэль Жезус. И Габриэль Жезус не забивает Азмун. И Азмун. Из добивания, что творит сейчас Максименко. Вот, неплохой момент. Азмун отдает пас на Дриуси. Дриуси забивает на последней минуте. Себастьян Дриуси открывает счет голам своим в сегодняшнем выпуске. И забивает победный гол Зенита. Ну, замечательно. На шестой уже даже дополнительной минуте забивает Зенит. Очень важная победа Зенита. Ну, вот просто невероятно. Зенит вел в два мяча. Зенит пропустил дуплетом два мяча. И вот на последних минутах здесь Азмун замечательно выждал эту паузу. Но я думал, сейчас уже и мимо пробьет и от штанг. Там буквально это очень бильярдный гол сейчас. Очень опасный был. Но все-таки все у нас получилось. Азмун. Замечательная голевая передача. И Дриуси аккуратненько с подкруточки. Без всяких нервов здесь, наверное, забивает этот гол. 96-й действительно минуте. И все. Это было последнее касание игроков Спартака. Дуглас Сантос, естественно, радуется. Очень важная победа. Жего расстроен. Ну, а что поделать? Что поделать? Зенит молодцы. Зенит все-таки чемпион действующий. Ну, и Азмун стал лучшим игроком. И так, хоть мы и обыграли Спартак, это очень нам было на руку, потому что Краснодар дома проиграл Тамбову со счетом 4-1. И у нас теперь лидерство в 4 очка. Поэтому у нас все замечательно. У нас сейчас самая минимальная пропускаемость в чемпионате России. Всего лишь 8 мячей мы пропустили. Забили 27. Хоть и Рубин, кстати, здесь лидирует. 33 забитых мяча у казанской команды в 14 матчах. Невероятный результат, конечно. Итак, Паулини у достойной награды лучший футболист Азии. Скаунты нам нашли еще одного правого защитника. Это Эмерсон. 22-летний правый защитник из Барселоны. Тоже неплохой вариант. Так, обновленный рейтинг клубов. Зенит занимает 11 место. Ну, почти нам немножечко не хватило до топ-10. Но все равно замечательно. Так, ежемесячный отчет готов. Ну и все. Здесь Паулини стал лучшим игроком Азии. Де Араскаэта. Он достойный награда лучший футболист Южной Америки. Поздравляем его с этим. Так, нам предлагают работу в Алтиплану Бунан. Вообще не знаю, что за футбольный клуб у нас такой. Из Японии. Ну, я скорее в Аякс перейду, нежели чем в Японскую Лигу. Итак, вот пошли наши переходы. А на самом деле я уже и подзабыл, кто к нам переходит. Так, а я понимаю и вижу. Я не знаю, единственное, что ли, приобретение было. В место Ракицкого, напомню. Так, к нам пришел. Так, ну и промежуточная оценка. Сейчас посмотрим. Если мы и далее сможем двигаться. Так, таратараты. Ну, то есть все хорошо. Говорят, продолжайте в том же духе. Мы действительно сейчас на первом месте. Так, перешел за 15 миллионов. Обновлен там состав молодежной академии нашей команды. Так, пришел. Азмун хочет продлить контракт. Ну, кстати, у нас денег-то теперь много, чтобы продлевать контракты. Так, Ассорио он не захотел. Вот как. Так, Прохин хочет. Ну, давайте начнем со Змуна. Так, а что он там, доволен или нет? Давайте хотя бы чуть-чуть вот так вот. 5 миллионов хотя бы ему предложим. Вместо 5,5. Так, Аздоев на 200 тысяч хочет поднять себе зарплату. Действуем тоже здесь осторожно. Давайте 4. Вот так вот. 2 600. То есть даже на понижение мы его зарплаты на чуть-чуть пойдем. Так, Прохин захотел продлить контракт. Так, а он доволен клубом или нет? Он тоже, кстати, может, если что-то не понравится там. Поэтому давайте хотя бы 725. Так, Ассорио не захотел. Вот тогда. Но все-таки все равно бы попробовал продлить контракт. Так, нам нужно оправдать вообще его ожидания. Давайте 1 900 000 попробуем. Сейчас у него... Так, это Азмун. Так, Ассорио. Сейчас у него... Ну, на 500 тысяч мы ему сейчас попробуем поднять зарплату. Кто у нас здесь в Молодежной Академии? Кстати, Франк Рибери появился. Вообще замечательно. Вроде как его ведет там и Соскофабригаса сейчас. Или это вообще не тот, я не знаю. Вроде как испанец. Ну, не знаю. Вроде не так там Соскофабригас пишется. Ну, не суть. Франк Рибери в любом случае у нас есть. Как-то так. Так, Хатулев, Ракицкий покинули нашу команду. Так, присоединился. Пересмотр контракта Апрохина. Истечение контракта. В сборном месте попал Азмун и Жезус. Ежемесячный отчет Фоден. Плюс 2 к рейтингу добавил. Молодец. Ну, а так все вроде. Давайте посмотрим. Может быть еще там у кого-то не продлены контракты. Надо смотреть, чтобы в 2022 году. Так, ну, с Азмуном мы продлили. С Аздоевым тоже. Ну, все. Здесь Ассорио и Прохин. Ну, и все. То есть, действительно, все высказались по своему поводу. Один футболист из четырех только не захотел с нами продлевать контракт. Но мы вроде как договорились. Так, у нас переговоры, я так понимаю, по контрактам. Азмун веден переговор. Вот Ассорио. Мы получили предложение от Риал-Соседата, но мы пока что отклоняем, потому что мы с ним еще договариваемся о контракте, о продлении. Так, что же у нас здесь? Лучи Банет. Вот это, кстати, интересный игрок на самом деле. Он у меня был в карьере за тренера. Он там неплохо даже прокачивается. Так, целик. Ну, 79, я не знаю. Наверное, нет, мы будем все-таки 80 плюс заранее покупать игроков. Чтобы на будущее. Так, ну, у нас сейчас игра с Тамбовым. Дальше будет игра против Динамо. Ну, тут, кстати, время-то хорошее такое здесь прошло. Продолжительное. Поэтому, мне кажется, там все игроки отдохнут у нас. И, тем более, две недели, через две недели будет игра против Динамо. Поэтому, мне кажется, можно и первым составом выйти тут, заменить пару позиций. И все будет замечательно. Так, ну, я бы также попробовал Таха бы сейчас, почему бы и нет. Вот. Так, капитанскую повязку дам ему, почему бы, или Ловру. Ну, я не знаю, а здесь без разницы, мне кажется, уже кому не дай капитанскую повязку, у всех все будет не очень. Да, кстати, давайте сразу Таха добавим в нашу команду вот здесь. Вместо Ассорио Ловрен уже теряет рейтинг конкретно там. Все, выстроили. Ну, и теперь смотрим. Да, здесь вот Паласиоса меняем. Фодон тоже молодец, прокачался. Плюс два к рейтингу Жезус у нас сегодня вот не сыграет. Я не знаю, давайте Шамуродова в старте выпустим. Чалов, он все-таки выходил. Того же Ригой не могу выпустить с хорошей формой, почему бы и нет. Ну, все, давайте Ловрена с капитанской повязкой. Или, или Азмуна. Вот, Азмун, мне кажется, вообще будет замечательно. Все, Тамбов против Зенита. Поехали. Итак, Спартак-арена. Тамбов против Зенита. Матч в рамках чемпионата России. И напомню, что когда мы вот обыграли Спартак 3-2 Краснодар, вторая строчка чемпионата проиграла дома Тамбову со счетом 5-1, если я не ошибаюсь. То есть, что-то там либо с Краснодаром было не то, либо Тамбов настолько стал сильной и могучей командой, что смог обыграть вторую строчку чемпионата дома. Шамуродов на Азмуна, Азмун обратно. А вот здесь вот Аздоев. И какая голевая передача на Сердара Азмуна. Голкипер просто не понимал. Он думал, наверное, Аздоев сам будет сейчас пробивать. Но Азмун забивает очередной мяч в сегодняшнем выпуске. Шамуродов замечательно дал передачу. Ну, кстати, нет. Он завалился в момент удара Азмуна. Вот, но передача очень аккуратная. Как вылез здесь еще Азмун. И в этот раз у Азмуна все-таки получилось переиграть вратаря. В первом тайме, к сожалению, не вышло. И как Чалов здесь. А, просто ему какими-то рикошетами мяч остается при нем. И Чалов забивает. Причем, когда Азмуна он заменил, капитанскую повязку решил оставить себе. И 88-я минута. Счет у нас 2-0. Давайте еще раз посмотрим на этот момент. Дрюси давал передачу. Ну, здесь защитники сами создали этот момент. Тем более капитан Тамбова. И все. Заканчивается у нас матч. Уверенная поездная победа. С счетом 2-0. Азмун и Чалов забили сегодня. Ну, и лучше стал Сердар Азмун. 6 очков у нас лидерство. Замечательно. Так, Азмун согласился. Но там бонус за гол. Они хотят 20 тысяч евро получать. Ну, на миллион 700 увеличили ему зарплату. Так, со Сдоем вообще все замечательно. Он даже согласился на понижение зарплаты. Ассорио провалились. Он не захотел вообще никак продлевать. Ну, а с Прохиным почти в 2 раза мы ему повышаем зарплату. Как-то так. То есть Ассорио надо там либо еще больше ему денег предлагать. Либо действительно искать ему уже замену. Чалов у нас теперь боец. Получает такую роль. Так, у нас здесь по моей команде предложение от Эвертона подписать Азмун. Но мы отклоняем по Аздоеву из Лаца. То есть тех игроков, которых я и продлил. Почему-то вот пошли теперь предложения. Так, ну я не знаю. Я бы еще попробовал продлить контракт с Ассорио. Давайте вот так. 2 200. 2 миллиона. Почему бы и нет? Сколько у него сейчас? Ну, это очень много. На 800 тысяч практически. Пытаемся ему поднять. Отменяем всякие переговоры с лицем. Поэтому как-то так. Скауты нам нашли еще одного правого защитника. Это Фабиньо. Возрастной на самом деле игрок и очень дорогой. Так, снова по Ассорио. Все. Он согласен за 2 миллиона 200 за нас играть. Конечно же, на 700 тысяч мы ему подняли зарплату. Но в любом случае это лучше, чем покупать нового. Денег у нас бы точно на него бы не было. Поэтому как так. Так, Инсини переходит в Латсо. Из Ювентуса причем. Интересно. Так, очередные у нас здесь переговоры. Скауты нам снова находят право защитника, на которые у нас вообще нету денег. Абрахам, кстати. Ну, это 79. Вот, я не знал, что он, кстати, право защитника. Думал, он центральный. Вот, Уолкер Петерс и Сангемптон. Вроде он в Тоттенхэме раньше играл. Но в любом случае это 79 рейдинг. Нам нужен хотя бы 80+. Как-то так. Ну все. А следующие там уже матчи это будут в следующем выпуске. Тут пока же чемпионат России. Не показываю, с кем мы будем играть в 1-8 лиге чемпионов. Потому что сам еще не знаю. Но в расписании это есть. Решил для себя как для интриги оставить. Поэтому все. Завершаем сегодняшний выпуск. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. И это Жидану Стрель, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok